МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялась презентация стратегически важного для нашей страны документа, на который присутствовал президент Эдуард Шеварднадзе. Как отметил министр иностранных дел Грузии Ракли Меноваришвили, этот документ «Грузия и мир. Видение и стратегия будущего» содержит детальный перечень всех намеченных у нас реформ. Целью совершенствования системы безопасности страны, а также отражает политико-дипломатическую и внешнеэкономическую оборонную стратегию. Для нас близки европейские ценности, заявил на открытии конференции президент Грузии. Среди приоритетов страны углубление отношений с Россией, странами-участниками ОБСЕ, а также с государствами Средиземноморского и Тихоокеанского бассейнов. В конференции, которая продолжила работу в Шератон Метехи Палас, принимают участие министры иностранных дел Эстонии, Украины, Узбекистана, Азербайджана, представители международных организаций, аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Мероприятие очень важное. Оно важное и для Грузии, которое из года в год сыграет очень важную роль в нашем регионе. Оно важное и для государства региона, в том числе и Азербайджана. Я думаю, что этот документ чуть больше раскрывает потенциальные возможности Грузии, показывает ее углубленное вхождение в структуру Европы и Евразии. Мы, конечно, будем внимательно изучать этот документ, и я думаю, что и в Азербайджане, и в других государствах региона будут применить основные принципы этого документа. Это глубокая аналитическая работа, и это, в общем-то, накануне тысячелетия государства все, многие проделывают подобную работу, подводят черту по своим развитиям, определяют стратегию дальнейшего движения. Поэтому я думаю, что и конференция еще каким-то образом повлияет на оценки, и будут какие-то выводы. А вообще, конечно, радует то, что идет серьезное коллективное обсуждение. И еще одна актуальная проблема. Грузия на перекрестке глобального бизнеса. Это обсуждается на двухдневной конференции, тоже проходящей в отеле Шератон Метеки Палас. Тему продолжит наш корреспондент Диана Тасунян. Для участия в этой конференции в Тбилиси съехали свыше двухсот бизнесменов из Америки, Европы и стран СНГ. Это уже третья ежегодная встреча, организованная Американо-грузинским центром развития бизнеса. Но в нашей стране она проходит впервые. Значительность этого события подчеркивает и участие в конференции президента Эдуарда Шеварнатса. Наша страна уже многого добилась на пути развития бизнеса. Одно из важных достижений для Грузии – вступление во Всемирную торговую организацию, которая объединяет 137 стран мира. Эта организация регулирует 50% всей мировой торговли. И принятие Грузии в ее ряды – лишнее доказательство признания правильности проводимого в нашей стране курса рефорта. Глава государства заверил представителей зарубежных деловых кругов в том, что лично будет содействовать осуществлению различных инвестиционных проектов. С приветствием обратился к участникам конференции председатель парламента Зураб Швани. В рамках работы конференции иностранные бизнесмены знакомятся с политическим и экономическим климатом в нашей стране, с проблемами, с которыми они могут столкнуться, вкладывая инвестиции в развитие экономики и других отраслей. И главнейший из этих проблем – несовершенство нашей налоговой системы, отсутствие соответствующей законодательной базы и коррупции. Особое внимание нашего Совета по развитию бизнеса, конечно же, привлекают сферы энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, которые обладают, на наш взгляд, большим потенциалом. Кроме того, телекоммуникации, программирование и другие. Ну а на сегодняшнем заседании в центре внимания были проекты, касающиеся транспортировки нефти и газа. Два проекта – это поставка туркменского газа в Турцию и поставка азербайджанского газа в Турцию. Сейчас занимается именно вопросами газа в Туркменистане. А БИПИ, это было следующее выступление, тоже очень интересное выступление, занимается вопросами поставки азербайджанского газа в Турцию. Так что оба этих проекта для нас очень интересны, они оба актуальны, и мы продолжаем над ними работать. И то, что представители этих организаций находятся сегодня в Твилиси, это нам дает возможность еще раз продвинуться в наших переговорах вперед. Ну и в продолжении выпуска парламентская тема. В финансово-бюджетном комитете высшего законодательного органа сегодня с утра рассматривался представленный в порядке инициатива президента законопроект о запрещении казино. Причем, если законопроект не будет утвержден в парламенте, президент обещает использовать свое право вето. У этого законопроекта есть и сторонники, и противники. Аргументы первые хорошо известны. Они выступают за запрещение казино, мотивируя это осложнением криминогенной ситуации, недостаточным поступлением доходов от игорных домов в бюджет, а также и то, что в казино отмываются черные деньги. Противники же принятия этого законопроекта считают, что аргументы этих недостаточно, и необходимо более глубокое обоснование для запрета казино. Кроме того, выясняется, что из действующих в Твилиси игорных домов пять учреждены иностранными инвесторами, и их запрещение создаст проблемы. Однако, как заявили представители Министерства юстиции, зарубежным инвесторам, вложившим свои средства в этот бизнес, будет предоставлена возможность направить их в другие сферы игорного бизнеса. С этими доводами согласился и парламентский секретарь президента Грузии Зураб Мараквелидзе. То, что этот законопроект будет обязательно принят, подтверждает и то, что Министерство финансов уже не предусмотрело в бюджет на 2001 год доходы от казино. Политические новости в нашей программе недавно на политическом небосклоне Грузии уверенно заявила о себе еще одна организация «Новое движение». Вчера поздно вечером состоялась презентация этой организации. Подробности в репортаже нашего корреспондента Манана Купрейшвили. Новое движение, инициаторами создания которого стали видны бизнесмены страны, разнородно по своему составу. В него, наряду с представителями деловых кругов, вошли люди самых разных профессий. Учителя, юристы, инженеры, деятели науки и культуры. Основную цель и назначение нового движения его учредители сформулировали кратко, но выразительно. Содействовать тому, чтобы наши дети жили в нормальной стране, где политика и бизнес отделены друг от друга, как во всех нормальных государствах, где будет обеспечена социальная справедливость. В общем, есть предел. Вот предел настал. Я думаю, что дальше так продолжаться нельзя. Я этот союз воспринимаю как союз профессионалов в разной области нашей жизни. И выход из сегодняшнего тяжелого социального и экономического состояния единственное, в моем понимании, в высочайшем профессионализме, в сотрудничестве и вот в таком союзе. Это единственное, что я вижу выходом из сегодняшнего состояния. Для меня, как для парламентария, очень важно, и думаю, что будет продуктивным мое участие в этом движении, потому что я буду брать самое интересное отсюда и буду действовать, исходя из этого уже в парламенте. Буду стараться, чтобы все эти идеи уже реализовать в парламенте с помощью фракции, с помощью моих друзей и коллег. Мы хорошо понимаем, говорится в зачитанном на презентации обращении к населению Грузии, что в своей деятельности столкнемся со многими проблемами. Но мы понимаем и то, что бездействие губительно. У Грузии будет светлое будущее, если мы сумеем объединиться и поверим, что в строительстве такого будущего нужен каждый из нас. Нужна вера в то, что человек рождается для свободы, но достигает ее тогда, когда действует. Так, как говорил великий Илья, движение, и только движение, придает стране жизненные силы. Как известно, на пост министра юстиции, освободившийся после отставки Джонни Хецурьяни в связи с нашумевшим побегом 12 заключенных, президентом Грузии представлено в парламент для утверждения кандидатура лидера Союза граждан Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили уже заявил, что намерен провести серьезные преобразования в сфере юстиции, поскольку, по его словам, система этого министерства, которая включает учреждения по исполнению наказаний, нотариаты, ЗАГСы, серьезно коррумпирована. Парламентарий также считает необходимым осуществление реформ во всей системы правоохранительных органов, но при этом подчеркивает, что не намерен вести войну с отдельными правоохранительными ведомствами, а собирается отстаивать принцип соблюдения прав человека. Отсутствие электроэнергии и воды стало причиной акции, проведенной сегодня жителями Поти, перекрывшими центральный мост города на несколько часов. Перебои с подачей электроэнергии отрицательно сказываются и на работе Потийского порта, который работает сейчас лишь с половиной нагрузкой. Практически город получает энергию лишь в ночные часы. Нельзя, чтобы город в течение многих часов оставался в темноте, не говоря уже о порте. Благодарение Богу, грузы в порту есть, суда стоят на рейде, но из-за отсутствия электроэнергии серьезные перебои. Участники акции заявили, что если не возобновится нормальная подача электроэнергии, они проведут акции на железной дороге и в порту. Крайне недоумение по поводу того, что в настоящее время Абхазия получает электроэнергию Сен-Гури-Гес практически бесплатно, то есть по тарифам, которые в несколько десятков раз ниже, чем для остальных регионов Грузии, выразил в интервью агентству Биэспресс руководитель бюджетного офиса парламента Грузии Роман Гуцеридзе. Ситуацию, сложившуюся с поставками электроэнергии в Абхазию, Роман Гуцеридзе расценивает как укрепление основ абхазского сепаратистского государства. По его словам, тариф за поставляемую в Абхазию электроэнергию Сен-Гури установлен в размере 4 копеек за 1 кВт-час, что составляет 0,28 тетри, то есть в то время, когда население Твилиси платит за каждый кВт-час в 35 раз больше. При этом в Абхазию электроэнергия практически поступает в круглосуточном режиме, тогда как остальное население Грузии получает ее по жесткому графику. Ну и завершение выпуска еще об одном. Сегодня рано утром в Твилиси возвратилась и Сидная вторая группа наших олимпийцев. Сборная Грузии, можно сказать, достойно выдержала ответственный экзамен на 27-х олимпийских играх, совоевав 6 бронзовых медалей. Этот успех тем более знаменателен, что наши спортсмены тренируются и работают в очень тяжелых условиях. И вот сегодня встреча в Твилисском аэропорту была весьма и весьма теплой. Под музыку доли и дудуки с букетами цветов в Твилисском аэропорту встречали команду грузинских спортсменов, возвратившихся из Сиднея. Правда, вместо 36 участников олимпийских игр на родину прибыли 32. Четверо членов сборной Грузии, тяжелоатлеты Мухран Гогия и Валерий Сарава, а также борцы Александр Церцвадзе и Гурам Чадлидзе, не явились в аэропорт Сиднея для вылета в Твилиси вместе с остальными членами команды. Ни один из этих спортсменов не завоевал каких-либо наград на олимпийских играх. Они бессовестны, потому что они продали родину. Продали том числе, знаете, почему? Мы все условия создали здесь. Руководство грузинского госкомспорта менее радикально в своих оценках произошедшего и объясняет это финансовым кризисом в спорте и отсутствием необходимых условий. Ничего особенного я не вижу здесь. Каждый день выезжают у нас люди, зарабатывают деньги в разные страны. По неофициальным данным, грузинские спортсмены решили остаться за границей, получив предложение о заключении выгодных контрактов в Австралии. Один из них, Александр Церцвадзе, накануне звонил своему отцу и сообщил, что уже начал тренировки в одном из спортклубов. Министерство иностранных дел республики опровергло информацию о том, что грузинские спортсмены якобы обратились к властям Австралии с просьбой предоставить им политическое убежище. Но в Национальном олимпийском комитете Грузии назвали отказ четырех спортсменов вернуться на родину беспрецедентным фактом в истории грузинского олимпийского движения. И у нас все о новостях к этому часу. О развитии событий вы узнаете из дальнейших информационных выпусков, которые выйдут в эфир на Первом канале. Программа Вестник благодарит агентство Биэспресс, Праймьюс и Принда за информационную поддержку. Ну а вас, уважаемые телезрители, за внимание. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова